В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 1 апреля в России стартовал весенний призыв. Куда отправят служить новобранцев? Умные, ласковые, живучие. 4 апреля – Всемирный день крысы. Адам против Университета Лобачевского в юниоре прошел стыковой матч в рамках плей-офф чемпионата области по баскетболу. Далее расскажем обо всем подробно. 1 апреля в России начался весенний призыв. По указу президента с апреля по середину июля в строй поставят 134 650 новобранцев. Как проходит призыв в Сарове и грозит ли призывникам служба в горячих точках – расскажем далее. Терапевт, хирург, офтальмолог, лорд, стоматолог. Потенциальные новобранцы сдают анализы, проходят медкомиссию. По ее итогам специалисты выявляют категорию годности. В зависимости от состояния здоровья призывная комиссия определяет род войск. По результатам осмотра призывнику могут назначить дополнительные обследования. То бишь он пойдет в первую поликлинику, если у него плоскостопие, снимет рентген стоп, принесет и опять врач напишет заключение, какая будет у него категория годности. Если он, соответственно, нам не подходит, то ему вынесут то, что он негоден, и военные билеты ему выдадут. В другом крыле комиссариата молодые люди проходят обязательное тестирование. Вопросы на логику, мышление, поведение в стрессовых ситуациях и другие позволяют установить нервно-психологическое состояние призывника. Чаще всего потенциальные новобранцы спрашивают, отправят ли их на спецоперацию. В этом вопросе глава государства Владимир Путин обозначил четкую позицию. В этой операции принимают участие только профессиональные военные, офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного, и мы не планируем это делать, и не собираемся. Повторю еще раз, в этой операции принимают участие только мужчины, которые добровольно сделали для себя очень ответственный выбор в жизни – защищать Родину. Перед началом весенней призывной кампании министр обороны Сергей Шойгу также подчеркнул, что срочники не будут участвовать в спецоперации. Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки. Все военнослужащие весеннего призыва прошлого года по истечению срока службы будут уволены в запас и отправлены к местам проживания. Весенний призыв пройдет с 1 апреля по 15 июня. В этот раз ряды вооруженных сил России пополнят порядка 50 саровчан. В России зарегистрирована первая в мире назальная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Она разработана Центром имени Гамалеи. В Минздраве пояснили, что препарат, так же как и классическая вакцина «Спутник Ви» состоит из двух компонентов. Он вводится в носовую полость с помощью специальной насадки распылителя. Второй компонент вводится через три недели после первого. Применение вакцины разрешено для лиц, достигших 18 лет. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинзбург подчеркнул, что иммунитет в носоглотке – это совершенно новый дополнительный барьер на входе вируса в организм человека. Он также рассказал, что в течение третьей фазы испытаний будут отслеживать, приведет ли иммунизацию через носоглотку к тому, что вакцинированный человек станет не только защищенным, но и перестанет быть пассивным переносчиком инфекции. 7 апреля в Сарове будет работать молодежная телефонная линия по оказанию психологической помощи. С 15 до 18 часов на вопросы ответит практикующий психолог Наталья Зинатулина. Также специалист окажет психологическую помощь попавшим в трудную жизненную ситуацию. Телефон молодежной линии 99 313. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Клиническая больница номер 50 проводит анкетирование горожан для повышения качества и доступности медицинской помощи в Сарове. Администрация КБ номер 50 просит ответить на вопросы по ссылке, которая размещена на сайте учреждения. Ответы и пожелания помогут разработать мероприятия для улучшения обслуживания пациентов. Ответы принимают до 17 апреля включительно. Детская школа искусств номер 2 объявляет набор на новый учебный год. В этом году среди бюджетных направлений художественная обработка дерева, медиа-студия, дизайн, музыкальный фольклор, народные инструменты и музыкальное исполнительство. Заявления принимают с 15 апреля по адресу улицы Силкина, дом 10, дробь 1. Предусмотрена возможность подачи документов онлайн. Бланк заявлений и подробная информация о приеме на официальном сайте школы dche2sarov.rf. Контактный телефон 95184. Потепление до плюс 11 прогнозирует Нижегородская область на этой неделе. Согласно информации сервиса Яндекс.Погода, во вторник воздух прогреется до плюс 4. В среду возможны осадки в виде дождя со снегом. Самым теплым днем на этой неделе будет пятница, 8 апреля. Воздух прогреется до 11 градусов. Возможен небольшой дождь. В выходные синоптики прогнозируют дождь со снегом. Магнитное поле будет спокойным. Поддельную купюру номиналом 2000 рублей нашли в одном из банков Сарова. Как выяснилось, ее привезла инкассаторская машина из Дивеева. Ведется расследование. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем далее. Сотрудники Саровского банка обнаружили фальшивую купюру номиналом 2000 рублей. Сомнение в ее подлинности возникло при пересчете денег. Подозрительная банкнота поступила в банк в инкассаторской сумке из организации, которая находится в селе Дивееве. Купюру изъяли и назначили исследование, где, согласно заключению эксперта, установлено, что данная купюра была изготовлена не производством федерального государственного унитарного предприятия «Гоззнак», а значит является поддельной. Материал по этому делу передали в Дивеево. А на улице Железнодорожной произошел скандал между гражданином Б и сотрудниками платной стоянки. Пострадавший решил узнать у охранника, на каком основании они берут деньги за стоянку, но натолкнулся на грубость и угрозы. Между охранником и гражданином Б возникла словесная перепалка. Услышав ссору, к ним подошел еще один работник данной автостоянки, который и высказал угрозу в адрес заявителя. По данному факту проводится проверка. Сотрудники ГИБДД на минувшей неделе зарегистрировали 4 ДТП с материальным ущербом. Ни в одной аварии люди не пострадали. У дома 10 на улице Железнодорожной водитель «Лады Гранты» при перестроении не уступила дорогу другому автомобилю «Лады». В результате машины получили механические повреждения. На той же улице Железнодорожной автомобиль «Ниссан» наехал на впереди стоявшей на светофоре машину «Сузуки». В результате удара «Ниссан» отбросило в сторону на «Митсубиси». По итогам двух месяцев 2022 года на территории Нижегородской области количество ДТП с посадавшими сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,5%. Количество раненых в них людей сократилось на 13,9%. При этом число погибших в ДТП увеличилось на 28,5%. Такая печальная статистика по погибшим связана в том числе с тем, что люди не использовали ремни безопасности. В связи с этим с 5 по 10 апреля сотрудники ГИБДД проведут профилактическую акцию «Пристегнись», в рамках которой будут выявлять правонарушителей за пренебрежение ремнем безопасности и детским креслом. Автолюбители могут оштрафовать на 1000 рублей. 7 апреля в Саров приедет бизнес-миссия предпринимателей из Павлова. В рамках визита гости посетят различные городские организации. Кроме того, в Центре поддержки предпринимателей пройдет круглый стол, где обсудят варианты сотрудничества предприятий Сарова и Павлова. Расширить рынки сбыта, найти новых поставщиков и партнеров. 7 апреля саровских предпринимателей приглашают на встречу с бизнесменами из Павлова. Оттуда к нам в город приедут представители строительной отрасли, гостиничного и рекламного бизнеса, финансового сектора, те, кто занимается производством строематериалов и инфракрасного оборудования. В городе Павлова сформирован костяк бизнес-сообщества. Там действует закрытый бизнес-клуб предпринимателей. Входит лидер общественного мнения, а также предприниматели, которые ведут свою деятельность достаточно давно, имеют устойчивые связи, определенную репутацию. Гости посетят технопарк и пообщаются с его резидентами. Затем в 15 часов в Центре поддержки предпринимательства в Сарове пройдет деловая встреча. Гости подробно расскажут о своей деятельности и возможности их взаимодействия. Наши предприниматели, в свою очередь, если захотят, смогут рассказать о себе, дать свои предложения. В рамках бизнес-миссии запланирована нетворкинг-сессия. Это неформальное общение, которое сейчас очень популярно. Задать вопросы и зарегистрироваться на мероприятии бизнес-миссии можно по телефону 9-92-63-992-64 и плюс 7-991-83-177-66. Ежегодно 4 апреля отмечают необычный праздник – Всемирный день крысы. Он создан для привлечения внимания к этому неординарному животному. В преддверии праздника наша съемочная группа посетила станцию юных натуралистов и узнала все о повадках и характере декоративных крыс. Кому-то может показаться странным, что крысе посвящен отдельный праздник. Но стоит вспомнить, что крысе отведен целый год, например, в китайском календаре. Крыса привлекает к себе столько внимания не зря. Этого грызуна считают очень умным и ловким животным, которого даже можно обучить различным командам. Также ученые доказали, что помимо писка крысы общаются между собой с помощью специальных ультразвуковых сигналов, которые не слышны человеческому уху. Чаще всего они откликаются на голос человека, они понимают, какой человек их, какой нет. Они могут что-то взять, и если их попросить не трогать, они будут не трогать. То есть они как маленькие собаки. Они могут понять, где у тебя болит. Они могут подойти, если поймут, что тебе грустно. Если опять же их позвать, они подойдут. То есть легко обучаемые. Некоторые испытывают крысам неприязнь, чувство отвращения или страха. На самом деле декоративные крысы во многом отличаются от своих диких собратьев, которые как раз настроены агрессивно и чаще всего бывают переносчиками различных заболеваний. Домашние же грызуны привязаны к человеку. Они очень контактные и общительные. Крысы, если они обучены, ну, если они приучены к рукам, то она вряд ли укусит. Если она привыкла находиться в большом количестве людей, как, допустим, у крысы здесь, потому что чаще всего приходят дети, родители, воспитанники станции, которые могут их посмотреть, погладить, она, конечно, не укусит. Купленного зверька лучше приучать к рукам постепенно. И самое главное – не делать животному больно. Стараться брать его в руки аккуратно. Декоративные крысы – животные неприхотливые, как в еде, так и в уходе. В качестве пищи им можно дать и зерновой корм, и кусочки овощей, фруктов. Если есть возможность, то почаще отпускайте своего домашнего грызуна погулять вне клетки, чтобы у крысы не развивались заболевания двигательной системы. На станции юных натуралистов не только прививают детям любовь к домашним животным. Сюд учит своих воспитанников бережно относиться к природе. В этом году учреждение присоединилось к всероссийскому эко-марафону «Переработка», в рамках которого собирают макулатуру. До 15 мая старые книги, газеты и журналы можно перенести на станцию юных натуралистов на Гагарина 6А. И к спортивным новостям. Хоккейный клуб «Саров» одержал уверенную победу в ответном матче финальной серии Большого Кубка чемпионата Высшей Лиги Нижегородской области. На Таншаевском льду сыровчане обыграли хозяев команду «Старт» со счетом 3-8. Вперед, Саров! 9 апреля «Саров» приглашает болельщиков на третий матч финальной серии. Он имеет все шансы стать заключительным. Если наша команда вновь победит, то станет чемпионом области. Начало матча в 13.00. Баскетбольный клуб «Атом» также порадовал болельщиков победой. В субботу в стыковом матче плей-офф «Саровчане» обыграли команду университета Лобачевского и вышли в финал чемпионата Нижегородской области. Подробности далее. Игры плей-офф легкими не бывают, тем более, когда играют на вылет. Матч с командой университета Лобачевского стал для баскетболистов из «Атома» непростым. И хотя Саров старался сохранить отрыв от соперника, гости выложились по полной, заставив наших баскетболистов понервничать. Некая скованность все-таки была в первой половине у нас. Мы никак не могли игру в защите наладить. И в нападении дальний бросок откровенно не шел. То есть комбинации хорошие были. Доводили ребят до свободных бросков. Ну, просто мяч не летел в кольцо. После перерыва саровчане успокоились и подкорректировали игру. В начале третьей четверти «Атом» забил четыре трехочковых подряд и правильно сыграл в защите. Появилась раскованность, стали спокойно бросать. Итог – закономерная победа 93-76. С университетом Лобачевского «Атом» в этом году еще не встречался. Команды играли в двух группах. Часть на площадках области, а часть в Нижнем Новгороде. У меня шесть основных игроков не приехало, потому что иностранное гражданство у ребят. Их не пустили, город закрытый. У кого-то с паспортом проблемы, кто-то просто по болезни, по травмам. Но, тем не менее, я ребятами очень горд. То есть, показали характер, показали зубы. Приехали сюда, в общем-то, с хорошим настроем. И, я думаю, нелегкий бой дали. Этот сезон «Атом» прошел уверенно по сравнению с прошлым годом. Сказались хорошая физическая подготовка. К тому же команду усилили молодыми игроками. Практически во всех играх сезона саровчане уверенно побеждали за большим отрывом. Все это у «Атома» получалось в том числе благодаря горячей поддержке болельщиков. Ребята, которые как раз молодые, за нас играют, они настолько были приятно удивлены, когда приезжали за нас. У вас такая поддержка, что ноги сами бегут, что называется, и заводишься. У нас в Нижнем такого нет. То есть, вот чем как раз областные команды всегда славились, это поддержка своих болельщиков. Как говорит Алексей Ковтун, популярность чемпионата растет. Игры с каждым годом становятся все интереснее и сложнее. Команды выходят на более высокий уровень. Развивается не только Нижегородская лига, опять же, это и Всероссийская лига, МЛБЛ. По чьей гидритур все это проводится. Потому что дальше же будет чемпионат России Приволжского федерального округа. Ну, по нашей, скажем, стороне. И, как обычно, потом в конце финал, суперфинал, 16 лучших команд. Конечно, все хотят туда попасть. Пока у «Атома» на повестке дня финал четырех чемпионата области. Он пройдет 23 и 24 апреля в Нижнем Новгороде. Не будет там какой-то легкой прогулки. Все понимают, за что бьются и будут до самого конца сражаться. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»